Сейчас мы с вами совершим ночную прогулку по пустому аэропорту Вот такая она романтика больших дорог Я надеюсь, что вам это будет интересно Потому что мы увидим с вами скелеты динозавров Ну и вообще, наверное, редко, когда попадаешь в аэропорт, когда людей практически нет Когда все пусто и спокойно, никто никуда не бежит Аэропорт полностью практически закрыт Никакие самолеты не вылетают, ничего нет Поэтому давайте прогуляемся с вами вместе Как вы видите, здесь Дельта у нас летает С другой стороны American Airlines Одна из богатейших авиакомпаний Но на самом деле не самая лучшая Здесь продают такие макеты интересные всяких самолетов Вы можете купить сумку пилота Или даже если захотите форму пилота Вот такой вот, оказывается, существует магазин Это его бренд, так он называется Я знаю, у меня были знакомые, которые собирали такие самолеты Реально, вот United, значит, American Airlines, Delta И перед нами первый скелетон Какого-то динозавра Посмотрите Ну понятно, что это макет Но все равно любопытная инсталляция этого всего Что это все сделано на костях, с костями Как будто бы доисторических каких-то животных И здесь можно, в принципе, прочитать Где мы находимся Это Сенцинати музей То есть такие экспонаты вы можете увидеть в музее Сенцинати И давайте дальше пройдем Вот так выглядит это крыло Как вы видите Кстати, еда здесь очень-очень плохая Очень редко бывает, когда в аэропорту Ты можешь купить хорошей еды Единственная еда Вкусная еда Которая продается Это в аэропортах Техаса Потому что техасцы, конечно, умеют готовить мясо И замечательно его употребляют Ну и продают, соответственно То есть это целый-целый бизнес А так обычно еда пластмассовая, невкусная То есть не самое лучшее времяпрепровождение Допустим, питаться в аэропортах Вот следующий у нас с вами скелет Вот такой он Замечательный Итак, почему я гуляю по пустому аэропорту? Неужели я специально сюда приехал? Специально сюда попал, чтобы здесь гулять? Ситуация такая Должны были мы вылететь в 4 часа вечера 4.10, если быть точнее, отсюда И перелет должен был занять 2 часа 2 часа, не больше То есть короткий флай В общем, самолет был забит битком Кое-как мы туда загрузились, погрузились Сервис совершенно никакой Просил билеты, чтобы сидеть вместе с братом Но это уже давно нереально Когда ты летаешь, допустим, в такой компании, как American Airlines То есть для того, чтобы сесть вместе с кем-то Уже нужно доплачивать Да, мне тут скажут, что нужно зарегистрироваться И все остальное Поверьте мне Пытались мы и регистрироваться, и что-то делать Все равно всегда это разные какие-то места И только по большому чуду попадаешь, что чисто сесть вместе А уж чтобы там попросить у окна Это другой разговор Итак, все-таки садимся мы в этот самолет Билеты я просил вместе В итоге нас посадили на разные ряды Посерединке Вот, смотрите, как классно Такая инсталляция огромного гигантского мамонта Вот И мы не летим Ждем, ждем, пождем Потом где-то минут через 40 Пилот нам говорит, что, друзья, что-то не то с колесом И мы сейчас, типа, должны вернуться И проверить колесо, насколько это все, ну, как бы опасно Вот, кстати, магазин наушников Здесь любые наушники можно послушать Люблю этот магазин То есть, если вы живете в Соединенных Штатах Заходите смело в этот магазин Любые наушники спрашивайте, вам дадут послушать Не везде это получается в Соединенных Штатах Не во всех магазинах Вот, а здесь прям классно Разные бренды можно послушать И так И вот, значит Пока мы подъехали Пока мы подкатили Прошло еще минут 30 Потом, значит, идет объявление Что друзья, товарищи Что давайте выгружайтесь Нужно менять колесо Баллон Как сказано было, баллон Мы, значит, выгружаемся И приходит сообщение Ну, кому-то в СМС Кому-то на почтовый ящик То, что оставлял Что следующий вылет будет там Буквально минут через 20 Потом, как оказалось Такие сообщения приходили автоматически На протяжении последующих 6 часов И вот, значит, мы сидим-сидим Все, сейчас-сейчас вылетим Сейчас-сейчас вылетим Ну, естественно, никуда не вылетаем Проходит час, проходит два Проходит три часа А люди были с пересадкой Многие люди были с пересадкой У них все полетело Весь отдых Все остальное Я представляю, в каком они шоке И в конечном итоге Мы уже начинаем Понимать, что нужно идти в рестораны А здесь уже все закрылось Никто нам никакие талоны на еду не давал Никто ничего не давал И по итогу Где-то часов в 11 вечера Объявили Что следующий самолет будет в 8 утра Ну, естественно Мы стали спрашивать А как вот Отели, допустим Там или еще что-то Ждите, ждите Мы, слава богу, поменяли билет С 8 утра На 6 утра То есть у нас это получилось Хотя люди, которые пришли потом Впоследствии После нас Уже билетов на 6-часовой Утренний рейс не было Вот такой он сервис В Соединенных Штатах Никаких компенсаций Никаких ваучеров Никакой еды Ничего Вообще ничего Мы спросили А как вот Мы голодные Здесь Будем сидеть В этом Аэропорту Что нам делать Как быть Мы не знаем Может быть Какие-то компенсации Может быть еще Что-то Трансфер Там до какого-нибудь Отеля Нет, ничего нет Но здесь Самое интересное Есть такая тонкость Нас стали отправлять За багажом То есть Наш багаж Выгрузили И соответственно Мы должны были бы Забрать свой багаж Сами Вот такая ситуация Но я-то знаю Что регистрация На следующий перелет Открывается За три часа До отлета То есть Если бы я это Не знал Мы бы вышли Забрали Значит Свой багаж И что бы оказалось А внутрь-то Нас бы и не пустили Представляете себе Такую ситуацию И мы бы оказались Вообще на улице В итоге Мы начинаем Выяснять Что да как С регистрации Там позвонили Попросили наши Чемоданы Куда-то закрыть В какую-то комнату И в 3.30 утра Мы должны спуститься Забрать эти Свои чемоданы Пройти снова Полную проверку Зайти в этот аэропорт Ну и уже Садиться на Шестичасовой Утренний самолет Вот такая Друзья История Я надеюсь Вам нравится Эта прогулка По этому Безлюдному Аэропорту Сразу вспоминается Стивен Кинг С его Лангольерами Помните Там люди Летали Отовсюду Прилетали В пустые Аэропорта Ну в общем Какая-то Точно такая же Ситуация У меня сейчас Какие-то Лангольеры Сожрали Мое время Что я хотел бы сказать Что Когда я жил В России Я тоже Слышал Очень много Сказок Что в Соединенных Штатах Клиент Всегда прав Что Это капитализм Что если Ты потерял Свой день Из-за кого-то То тебе Компенсируют Что-то Друзья На самом деле Все здесь Не так Клиент Здесь не всегда Прав А практически Никогда Он не прав Компании Делают Компенсации Но все это Будет зависеть И от компании От ее наглости От жира Вот допустим Саус-Вест Намного Лучше Относится К каким-то Таким проблемам И действительно Может компенсировать И даже Дать чеки То есть Реальные деньги У нас такая Ситуация была Когда Не было Мест Почему-то Я не знаю И Просили Волонтеров То есть Кого-то В качестве Волонтеров И потом Нам дали По-моему По 500 долларов Что ли Сверху Вот как-то так За то Что мы Подождали В аэропорту Где-то Часов 5 Пока Не прилетит Другой Значит Самолет А вот Американ Аэрлайнс Ничего Компенсировать Не будет Потому что Это старая Зажравшаяся Компания Так что Вот такие Вот дела И все Эти сказки Клиент Прав Что о тебе Здесь позаботятся Что тебе Кто-то Что-то Должен Все будет Зависеть От компании А каким же Образом Здесь Подают В суды В суды Здесь Подают Определенным Образом На крупные Компании Только тогда Когда твой Кейс За счет Твоего Кейса Другие Лойеры То есть Адвокаты Могут Получить Большие Компенсации И тогда Да Ты обращаешься К ним Или они К тебе Обращаются Понимают Что Компенсация Может Достигать Миллион Двух Миллионов Долларов Ну и Они Получат Свой Гешеф То есть Какой-то Процент Реальный Ради Которого Они Будут Судиться С Крупной Огромной Компанией А так В основе Своей У каждой Крупной Компании Есть Штат Адвокатов И Ты не сможешь С ними Судиться Вот сам По себе Ты просто Не сможешь Ты Слишком Маленький И Слишком Дорого Это будет Выглядеть И Все Не так Реально И не так Просто Спасибо За прогулку Цените То что вы Имеете Не верьте В сказки Я живу В Соединенных Штатах Уже Практически 9 лет И На собственном Опыте Познал На себе Всю прелесть Этого Всего Там Каких-нибудь Сказок Что клиент Прав Что здесь Капитализм Что тебе Что-то Компенсирует И все Все остальное В России Со мной Тоже Происходили Какие-то Ситуации Когда Там С самолетом Что-то Происходило Или еще Что-то И Различие Только в одном Заключается Что здесь Люди Как-то Нервничали Но Тихо А в России Все-таки Градус Эмоционального Накала Он Выше Ярче Интересней Почему Потому что В России Люди Не боятся Полиции А здесь Будешь Ты Трижды Прав Ты не имеешь Права Психовать Показывать Что-то Рассказывать Что они Все Неправы Ну как Это у нас Любят делать Потому что Ты еще И загремишь Куда-нибудь И ничего Никому Ты здесь Не докажешь Все Всем спасибо Всем пока Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры